...разбираться, ничего не получаем. Это вот так? Достаточно серьезная вещь, если оно должно действительно стоять через полтора года, то вы понимаете, что нужно напряжение страны, а не, это шарешки. А ведь у этого не может получать. Вот так, это все должно быть. Я вам должен сказать, простите меня ради бога, но в общем надо прорываться через четыре дня, это совсем не получается, это очень трудно. И хорошо такого дела, неловко говорить, но в общем можно домашний телефон, потому что... Вы что, прослужены? Нет, это так, я вам должен еще сказать, вы придерживайте. Уважение к инженерной миссии, товарищ министр, благодарю вас, оно в результате вам раздастся. Товарищ министр, и еще, последняя такая просьба. Дачный телефон тоже. Ой, нахалженный. Дайте ему мой дачный телефон. Спасибо. Завтра позвоните мне по-прямому. Спасибо. Благодарю вас. Интересный случай, Сараман. Неправда. А-ха-ха. Сараман. Сараман. Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня поспался и потек. Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцем дать корявым, я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ноги песке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, шифровку только что получили. Ликвидированы, министерство. Ну и что? Ну, ликвидированы. Ну, вот эти, как теперь они называются, савнархозы. Вы разрешите? Вы что, не понимаете, все будет разрушено, что годами создавалось? У нас порядок был, у нас идеалы были, кадры прекрасные были. Все разрушат, все развалят, все размажут. Черт, по-моему, вы драматизируете. Ну, были у нас реорганизации. И будет еще одна. У нас кулак! Единый был! Значит, кончилось время единого кулака. Пришло теперь другое время. Да и кулак-то ваш, я вам скажу, если разобраться не так уж был хорош. Да. Я вам дело говорю. Александр Леонидович, выбирайте свои истории эпохи, а? Кончилось. Не жалейте. А вы что, не воспевали? Воспевал. А я что? Я ж... А потом, я приличный человек. Я ведь никогда не писал великой, гениальной, лучший друг металлургов. А что же там за меня напишут? Это знаете. Вон вы как. На. Я ему жизнь не обязан. Спас меня тогда в 37-м. Ой, Александр Леонидович. Спас. Он не спас вас. Он вас купил. Ей-богу.